В бывшем Орел ГТО с недавних пор при Окском госуниверситете знают, где рождается будущее, в том числе в лекционных залах этого самого вуза. В частности, на таких вот встречах со спикерами из МТС, касающихся футурологии с акцентом на прогнозирование. Тема этой лекции – будущее мобильных сетей и информационный мир со всеми его штучками. По самым таким радужным прогнозам, это будет 2020 год, переход информационного общества. Сейчас мы живем с вами на переходном этапе. Это Елизаров Тимур, ведущий тренер МТС. Напомним, данная телекоммуникационная компания уже давно наладила с орловскими студентами и педагогами такую связь, что одним даются знания, отнюдь не азбучные, в смысле не из учебников, а другим – потенциальные кадры и даже технологические инновации, которые МТС может внедрить в свою работу. В этот раз тренер рассказывал о будущем, начав с экскурса в прошлое. Все это было перемешано с технологическими шутками и интеллектуальной гимнастикой. Ну, молодец на волке. Вот этот человек. Посмотрите на него внимательно. Он в руках что-то держит. Как вы думаете, что он держит в руках? А смартфон? Еще аудитории рассказали о том, что такое общество 2020 и что такое мир интернет-вещей. Оказывается, это скорое наше будущее – одна из его версий, когда на каждого человека будет приходиться столько гаджетов, подключенных к сети, что и сосчитать их будет трудно. Это вам и холодильники, сами вызывающие водопроводчика, и микроволновки, умеющие дать отпор соседу, ворующему ваш Wi-Fi. Впрочем, Wi-Fi – это вчерашний день. Мы видим с вами технологию Wi-Fi, которую при помощи света дает интернет. Лекция была позитивной, отсылала слушателя именно к светлому будущему. Вполне возможная альтернатива, связанная с информационными войнами и цифровым тоталитаризмом, не рассматривалась. Ну, потому что МТС учит другому чему-то хорошему. Сергей Быковский, Сергей Руднев, Первый областной канал.